2015 год подъема активности клещей в природе. Каждый пятый из них заражен баррелиозом. В Ленинградской области число пострадавших от укусов увеличилось на 33%. Об этом на встрече с журналистами сообщили сотрудники Роспотребнадзора. За помощью к врачам обратилось полторы тысячи человек, из них 447 детей. Случаи зафиксированы во всех районах региона. Меньше всего пострадавших на сегодняшний день зарегистрировано на территории Выборгского района и Приозерского. Это связано с тем, что на территории Ленинградской области распространены клещи двух видов, будем говорить так, таежный и лесной. И на территории Выборгского и Приозерского района больше распространен лесной клещ, пик активности которого немножечко сдвигается. Имеет два пика в июне, где-то в середине июня и в начале августа. В Ленинградской области заболевания клещевым боррелиозом и энцефалитом пока не зарегистрированы. При этом в соседнем субъекте, Санкт-Петербурге, болезнь Лайма выявлена у 49 человек. При обнаружении клеща его необходимо удалить и передать на исследование в поликлинику или травмпункт. Пострадавшему пройти экстренную профилактику. Противоклещевой иммуноглобулин должен быть введен в течение 96 часов. С прошлого года противоклещевой иммуноглобулин с целью экстренной профилактики вводится у нас лицам, пострадавшим от укусов иксодовых клещей, зараженных вирусом, после получения результатов лабораторных исследований. И либо детям, которые не сдали этого клеща на исследование, в связи с тем, что все-таки у нас наши районы находятся далеко от города Санкт-Петербург, где находится единственная лаборатория. Самый верный способ обезопасить себя – вакцинация. В этом году в регионе прививки поставили около 15 тысяч человек. Сделать это еще не поздно. Также специалисты рекомендуют соблюдать стандартные меры предосторожности. Правильно выбирать одежду, не приносить домой цветы и другие дары леса. Кипитесь молоко, остерегаться грызунов и птиц. Для уничтожения клещей в регионе проводят окорицидную обработку мест массового отдыха.